Мои телезрители, в студии Владимир Нечаев, мы продолжаем с вами учиться, то есть и я вместе с вами, учиться правильно говорить по-русски. Вот в прошлой передаче я уже говорил, что слово «урок» мне не нравится, хотя он опять высвечивался на экране. Давайте с вами опять побеседуем. Для тех, кто не слышал первую передачу, не видел вернее, я чуть-чуть забегу и скажу, что задача моя, как автор этой программы, как ведущий этой программы, научиться вместе с вами говорить правильно на русском, правильном русском языке. Итак, дело в том, что после первой передачи, после первой программы такой, мне позвонил мой приятель один и сказал, говорит, «Я вот, Володя, я видел твою передачу и не совсем понял, это что такое? Это как бы урок сценической речи в театральном вузе или что?» И я ему попытался объяснить, поэтому я сейчас и вам попытаюсь объяснить смысл и цель, вернее, нашей передачи. Дело в том, что я, конечно, не педагог по сценической речи, а просто я хочу, чтобы мы правильно говорили, понимали и слышали друг друга. Вот на его вопрос я бы ответил так. Да, действительно, я не буду вас учить, как в театральном вузе, потому что для этого, так сказать, есть педагоги по сценической речи, и те, кто хочет посвятить себя театру, вообще искусству, кино, они будут поступать в вузы, и для них, может быть, пригодятся какие-то те рекомендации, советы, даже не рекомендации, это плохое слово, я его очень сам не люблю, а, значит, они послушают и попытаются при подготовке к поступлению в вуз, в театральный или во ВГИК, допустим, или в другой какой-то вуз, который готовит актер в театр и кино, как-то переосмыслить и лучше подготовиться просто, чтобы, когда человек будет читать программу, что и положено в каждом таком вузе творческом, то не допускать ошибок грамматических и правильно произносить все звуки, выговаривать все буковки и ставить ударение там, где нужно. Это раз. Во-вторых, поскольку у нас такая вроде как молодежная в основном аудитория, почему еще возникла эта программа? Дело в том, что сейчас очень популярны такие профессии, как менеджер, там, еще что-то, еще, ну, какие-то такие вещи, где человек общается с людьми. И вот если человек общается с людьми на правильном, хорошем языке и может нормально, по-русски, грамотно объяснить человеку, так сказать, его проблему разъяснить, то это очень важно. Сейчас я вам приведу, как я и говорил в прошлой передаче, я, так сказать, поскольку у нас называются подслушанные разговоры, а вот этот разговор неподслушанный, это произошло со мной. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но дело в том, что мне нужно было взять кое-какие документы, справки. И, значит, одна очень уважаемая, солидная фирма, которая предлагала эти услуги. Я туда пришел, значит, там сидела такая милая девушка, вот, и я вместо того, чтобы поздороваться со мной, она говорила по мобильному телефону. Я, конечно, ну, не то, что я прислушивался, потому что она достаточно громко говорила, и вот в приемной, вот, и никого кроме меня не было. Потом она закончила этот разговор, и я говорю, я вот по такому-то вопросу. И я говорю, вот как бы увидеть вашего руководителя, вот этого отдела, который занимается вот этими, этими, этими проблемами. На что она мне ответила. «А ща я гляну». Потом она глянула и сказала, он звонят. Я понял, что нужно разворачиваться и уходить. Поэтому, дорогие молодые люди, девушки, юноши, которые хотят себя посвятить бизнесу, или там маркетингу, там, или быть менеджером в солидных компаниях, поэтому для вас это тоже будет полезно. Потому что, когда, если вы не хотите потерять клиента, вы должны правильно говорить по-русски, а не отпугивать вот такими вот вещами. А что касается, так сказать, вот театра, да, есть какие-то такие вот вещи в театре, или там, или в кино, если вы смотрите какие-то сериалы, да, где неправильно говорят. Но это не значит, что вы должны так говорить. Потому что, например, в пьесах Островского, там, другой разговор, но это уже специально сделано так. То есть не потому, что актер безграмотный, да, и не умеет просто произносить какие-то слова, а он делает специально. Если там, допустим, фильм какой-то художественный, то где-то действие разворачивается, там, на юге, да, допустим, на юге России, там, где-то в Черноземье, там, или на Кубани, или на Дону, то там тоже свой говор. Но актеры, они владеют русским языком прекрасно. А этот говор, он создает определенный такой колорит. Но поскольку мы общаемся между собой, то есть мы не в кино, не на сцене, то давайте с вами постараемся все-таки говорить нормально, чтобы нас понимали люди. Вот. Потом, если мы, так сказать, чуть-чуть так отойдем в сторону, дело в том, что всегда человека по, так сказать, разговору можно распознать, откуда он приехал из, так сказать, с Урала, из Сибири, там, с Украины, там, из Молдавии, да. То есть существуют такие говора, которые, они были и есть. Но если вы хотите заниматься, как я уже сказал, каким-то серьезным делом, а тем более очень много сейчас молодых людей стремятся в большие города, ну, в частности, в Москву, то все-таки нужно стараться пытаться говорить так, как принято. Итак, мы начинаем, так сказать, я попытался как-то, что, как говорится, разбавить наш сухой такой урок. Это слово я тоже не люблю. Вот. Давайте попытаемся вот как-то вот его, ну, чуть-чуть расцветить. И давайте вернемся к тому, что было в прошлой передаче. Итак, мы с вами говорили о букве Э, которая занимает особое место в русском языке. То есть эта буква, я уже говорил в прошлой программе в нашей, что она не изменяется, она только бывает шире или бывает чуть-чуть укорочена. Вот сейчас я вам покажу такую табличку. Сейчас мы увидим вот на табличке, как эта буковка у нас вообще трансформируется. Вы видите, что все Э, они остаются на своих местах, они не изменяются. Будь то под ударением, вот, допустим, экстра, да, а если, допустим, она, так сказать, в предударном слуге, да, вот слово эгоизм, да, мы же не говорим «егоизм», мы говорим «эгоизм», то есть она звучит чуть-чуть короче. А если она вообще находится далеко от ударения, да, вот в данном случае слово «эскалатор», да, мы же не говорим «ескалатор» или «эскалатор», мы говорим «эскалатор», то есть очень коротко. Ну, где под ударением, это понятно, она широкая такая у нас буква, «эврика», а вот «экономика» коротко звучит. А вот в именах, так сказать, независимо от того, где находится ударение, она звучит очень широко. Не коротко, а очень широко. «Элиза», ну, еще бывает «элизабет», да, «эней», «эльзас». Вот по поводу слова «поэт». Очень бывают смешные случаи. Значит, однажды я ехал в трамвае, и там двое молодых людей, они разговаривают между собой. И я так вот, поскольку уже стал заниматься этой программой, я все время прислушиваюсь, это неприлично, наверное, но я думаю, вы меня простите, это же во благо людей, для себя неудовольствие ради. Так вот. И они что-то говорили, говорили, такие вот нормальные молодые люди, и один из них что-то говорит поэт. Я не понял, про певца он говорит, или про кого? Я стал более внимательно так слушать, так вот ухо. Оказывается, они говорили о поэзии. Вот. И он сказал, вот о ком-то он говорил, что поэт. Но он сказал поэт. Поэт. Ну, он такой поэт известный, и вот, понимаете, поэт и поет очень какие-то разные вещи. Поэтому вот это вот э, оно всегда должно быть ярким и слышным. Поэтому не надо его проглатывать, а говорить совершенно спокойно. Есть еще другие какие-то случаи, когда, допустим, хотят подчеркнуть что-то такое, подчеркнуть, да? И вот, допустим, вот сейчас вы видите на экране, вот такое слово «маэстро», да? Там, ну, поэтика – это понятно. А вот давайте, вот «маэстро», на этом остановимся словом, да? Вообще-то, в принципе, это такое слово распространено, там «маэстро». Но если хотим сказать очень, так сказать, что подчеркнуть важность этого человека, не просто «маэстро», а мы говорим «маэстро», вот так широко, так сказать, ну, типа «маститый». Вот эта буковка «э», кстати, она и там, вот и в «маэстро», и в «маэстро», она звучит практически одинаково. Но если ее выделять, то тогда важность, так сказать, вот этого слова возрастает. То есть, если мы говорим «широкое», то значит, это речь идет о каком-то очень знаменитом человеке, там, художнике, композиторе. Вот такие есть тонкости в русском языке, которые нужно подчеркнуть. Иногда это, кстати, я могу вам сказать, может пригодиться в жизни. Я не знаю, может быть, это как-то не совсем этично, но если вы хотите, ну, как бы сказать, понравиться человеку и достичь каких-то результатов, там, что-то, от него зависят какие-то вещи, важные для вас лично, или для ваших друзей, то вот именно интенционно это нужно тоже все учитывать. Потому что, если вы так просто, ой, маэстро, там вот мне там нужно это, а если вы скажете «маэстро, вы понимаете, это так важно», то, естественно, вы располагаете человека к себе и нужную подпись или нужную там бумагу какую-нибудь или еще что-нибудь, я вам гарантирую, вы получите без всяких проблем. Поэтому, я думаю, вот такой вот маленький мой совет вам никогда в жизни не помешает. Это, кстати, касается не только буквы «э», а вообще построения предложений и построения фраз. Вот, кстати, мы с вами будем в последующих наших беседах таких тоже уделять этому большое внимание, потому что от того, как вы выстраиваете свое предложение, выстраиваете свою фразу, с чего вы начинаете, это тоже очень важно, потому что человек вас должен понимать и сразу ощущать, что вот точно выстроенная какая-то вещь, мне все понятно, а не так, когда вы будете переставлять слова туда-обратно, то это будет выглядеть не очень симпатично, и в жизни это может вам иногда даже навредить. Дальше мы продолжаем. Так вот, поскольку мы сейчас говорим о гласных, их в русском языке достаточно много, они играют очень-очень большую роль. Поэтому в зависимости от того, как я сказал еще в первой нашей встрече, что меняется ударение, то и меняются, редуцируются эти гласные, то есть их произношение тоже изменяется. Вот сейчас посмотрим вот такую вот картину. Ласточку нам покажут. Вот буквы И, И, У и Ю, они практически не меняются. Если они под ударением, они произносятся долго, да, а если они предударно, вот как на данной картинке, да, или заударно, то они не меняются, они просто как бы чуть-чуть укорачиваются. Например, вот слово Лил, да, мы говорим Лил, дождь Лил, а когда мы говорим о цветке, допустим, говорим Лиловый, то есть И оно остается, или сыр и сырок, лук, лучок, люди, людской, вот такого вот плана. То есть изменяются, не изменяются, они в произношении, только укорачивается их произношение, а вот качественно они не меняются. Далее. И вот еще в прошлой нашей беседе мы говорили, что огромное место, значит, в русском языке имеют такие две замечательные буквы, это А и О. А вот с ними у нас будет очень много проблем, потому что в зависимости от ударения, от того места, где они находятся, если они под ударением, или заударные, предударные, если заударные на третьем месте, но я сейчас вам не буду вот это все, так сказать, рассказывать технологии, мы потом в процессе вот нашей беседы мы разберемся, что такое заударные, что предударные, третье, четвертое там ударение какое-то там, и все. Это мы с вами разберемся. Так вот, вот эти вот буковки, они у нас часто очень меняются в произношении. То есть, естественно, не обязательно, вот тут, если, знаете, как в какой-то песне, я не помню, у какого-то, по-моему, у Булата Шалчаку Джавы, мы так пишем, как мы слышим, да? По-моему, у него была такая замечательная песня, так вот, писать нужно все-таки правильно, а говорить чуть-чуть неправильно, не так, как написано. То есть, нельзя, какие-то вот буквы, особенно это касается, как я уже сказал, А и О, они редуцируются, то есть, они меняются по звучанию. Вот, например, А и О, которые находятся под ударением и в начале слова, они никак не меняются. Вот сейчас мы просто на примере такого вот мы посмотрим. А вот это вот интересный значок, я вам сразу объясню, что это такое. Это вот редуцированное А или О. То есть, когда в слове, вот мы произносим какое-то слово, они редуцируются. А вот, допустим, сочетание АО, оно произносится как два А. Вот мы видим на картинке, да, написано наобум. Но, в принципе, в жизни мы же не говорим наобум. Мы говорим наобум, то есть, как двойное А. А вот слово, например, наоборот, да, мы же не говорим наоборот. Это тоже как бы, ну, режет слух. Мы говорим наоборот. И вот там вы видите на следующие такие же примеры. Но самое главное, что бывают такие вещи, когда мы утрируем. И, например, вот наоборот, да, вот как бы двойное А, оно такое, сдвоенное А, оно короткое такое, да. А вот если мы хотим, так сказать, ну, что-то саркастически, так сказать, или подчеркнуть что-то, мы обязательно говорим да наоборот. Вот тут такая вот вещь. Но это утрированный звук, хотя, в принципе, произносить это все нужно наоборот. То есть, короткие два А, короткие такие. Есть еще, вот, то есть, мы говорили, что сдвоенное, да, АО, ОО, ОА, вот такие сдвоенные. Это может быть даже на стыках слов. Но произносятся они как двойное А. Короткое двойное А. Вот мы до этого с вами уже говорили. Ну, еще в русском языке встречаются вот такие вот сочетания, как АУ, ОУ. И вот как же они произносятся, как вообще это, все это может существовать вместе. Вот. Например, вот слово паутина, да? Вот. ПАУ. Да? АУ. Вот. Но мы же не говорим паутина. Мы говорим паутина. То есть, вот это А, оно вот тот значок, который вы видели, вот редуцируется вот в такой вот значок. И произносится, так сказать, вот так достаточно коротко. Дело в том, что был такой интересный достаточно случай. Это вот один из моих дальних родственников. Вот у него очень были проблемы. И вот с этим словом паутина, почему я именно это слово выбрал. Значит, он говорил все время паутина. Я говорю, не паутина, а паутина. Вот. И я его долго-долго-долго учил. Мы с ним долго разговаривали на эту тему. Я был у них в гостях. Вот. И он наконец научился говорить слово паутина. И, значит, паутина, паутина, все, я успокоился такой, остался с собой доволен. Такой вот я вот какой умный человек. Вот научил человека правильно произносить слово паутина. Вот. И через какое-то время, значит, он заходит и говорит, ой, а на терраске такой паук. И вот все мои труды как бы и пропали даром. Вот такая забавная штука с этим словом паутина. Так что вот все эти вот на стыке слов или еще где встречаются а-у и о-у, значит, это все редуцируется, то есть произносится как твердый знак. И вот на примере слово паутина. То есть не паутина, а паутина. То есть это а как бы пропадает. И о тоже, если в таком вот словосочетании, где они подряд идут, или на стыке слов. Вот о и а, как я уже сказал, они просто превращаются в такой, в твердый знак. Далее. Пойдем дальше. Еще есть в русском языке очень много слов, где сочетаются две буквы. Это о-и и а-и. Вот что происходит с ними. Дело в том, что если это происходит на стыке слов, на стыке слов, то вот о и а, они превращаются в такое и-и-е. Вот йо-то такую произносим мы, допустим. То есть, если на стыке слов. И обозначается это тоже вот тем же, таким же значком, который вы видели в начале похожим на твердый знак такой. Вот в таком вот сочетании, то если мы пишем на письме, это, естественно, у нас все правильно, а вот при произношении мы вот эти вот буквы, как бы они у нас пролетают, превращаются в твердые значки такие. Дальше вот очень интересная происходит трансформация с буквой Я. Вот если эта буковка, она такая называется, вообще-то вот Я, Ё, Е, они называются ютированные. Почему ютированные? Потому что если представить, допустим, букву Я, то не на письме, как вот мы пишем, да, буква Я, вот в трансформацию, то будет выглядеть так И краткая ИА, ЙА, Я, да, там, или И краткая ИО, ЙО, да, вот такие вот вещи. Так вот, вот с этими буквами тоже очень странная происходит вещь. Допустим, буква Я, если она находится под ударением, да, то она произносится открыто, как Я. Вот, например, Яма, да, а если она находится в середине слова, то она редуцируется вот в эту вот иритированную такую штуку. Или Ёжик, да, вот мы произносим Ёжик, а на самом деле, если эта буква Ё находится в середине слова, она пропадает, получается так, Ёжик, вот она пролетает, как бы. Вот основные какие-то такие правила по поводу произношения гласных звуков. Что еще хочется вам сказать? Вот по поводу, вот мы говорим все время о русском языке. Мне здесь попалась очень такая любопытная информация. Я, честно говоря, об этом не знал и как-то даже, может быть, и не задумывался над этим. Дело в том, что русский язык занимает пятое место в мире по распространению. То есть, там сначала идет китайский. Ну, это всем понятно, потому что население Китая достаточно большое. Сейчас я даже затрудняюсь сказать, сколько там миллиардов живет. Но на китайском языке говорит большое количество. Далее, потом идет английский. Это тоже всем понятно, потому что английский... Ну, во-первых, вспомним, что Англия была колониальной страной, и очень много у нее было колоний по всему миру, и поэтому английский язык как бы стал вторым языком для многих людей. Ну, например, даже Австралия, они все говорят только на английском языке. Даже при наличии там достаточного количества иммигрантов, они все равно все говорят на английском языке. Дальше идет хинди. Это язык, который распространен в Индии, и понятно, почему, так сказать, он является третьим, по, так сказать, на третьем месте, потому что все-таки Индия густо населенная страна, и, так сказать, вот там основным языком является хинди, хотя там есть еще разные диалекты его разновидностей. Ну, и в конце концов, значит, вот русский язык стоит на пятом месте, и поэтому сейчас к нему очень большой интерес, потому что вот в связи с тем, что вот как бы Россия поднимается, и очень много людей, и бизнесменов там просто хотят вкладывать, инвестировать деньги в развитии российской экономики, значит, к русскому языку такой появился большой-большой интерес, и наша задача правильно говорить по-русски. А теперь давайте вот вспомним такую как бы поговорку, что не лаптем щи хлебать. так вот, вот буковка щи вообще в русском языке она появилась совершенно как бы ну совсем недавно так будем говорить, потому что было тэше, то есть буковка щи, вот сама буква ща, она появилась гораздо позднее, потому что когда еще вот только образовывалось московское государство и как было становление русского языка такой буквы вообще не было. И ее не произносили как ща, ну как ща, буква ща, да, а было тэше. И поэтому вот вот в этой поговорке не лаптем щи хлебали, да, точно сейчас не могу вам ее воспроизвести, то говорили тэши, тэши хлебать. Потом уже когда появилась русская азбука, вот эту букву и придумали, потому что было очень неудобно вставить вот, чтобы один звук обозначали две буквы, и вот поэтому ее вот так придумали. Хотя вот во многих славянских языках, ну в чешском в частности, особенно в польском, вот звуковое произношение ша, щи, там очень много таких вот шипящих звуков, шипящих, вот, там это все, если смотреть по грамматике, все довольно сложно, например, в польском языке щи состоит из четырех букв, четыре буквенных знака, а звук один остается. Ну вот, в русском языке все это гораздо проще было, чуть-чуть мы упростили. Вот, что касается, так сказать, чтобы в дальнейшем нам говорить о гласных звуках, давайте сначала вернемся к истокам. Откуда же все-таки, почему вот в русском языке столько много разных, так сказать, много гласных букв? Потому что во многих языках, я сейчас не буду их перечислять, гласных не так много, то есть в разговорной речи, а вот именно у славянских народов очень много таких вот гласных, и поэтому считается, что, допустим, славянская речь, неважно, там, южные славяне, северные славяне, восточные славяне, значит, их речь особенно вот это касается таких вот украинского языка, то считается, что очень певучая речь, и иногда сравнивают вот русскую речь, такую, особенно вот московский говор, о котором мы говорим, там, акающий, чуть-чуть растянутый такой, иногда сравнивают с итальянским языком, хотя итальянский язык, хотя бы выросли как бы из одного дерева, только разные ветви, славянские, романские, вот, из одного дерева все-таки выросли, но итальянцы как бы не относятся к славянской группе языков, но вот славянский язык сравнивают с итальянским по певучести, поэтому многие песни на русском, украинском языке, на чешском, на хорватском, даже на сербском, они такие певучие, тягучие, поэтому они очень приятно ложатся, ну, наверное, это неправильно, вот я говорю, давайте говорить по-русски, а сам как бы уже не по-русски говорю, но есть такое выражение, что когда человек о чем-то говорит, то если у него красивая такая речь, достаточно напевная, такая красивая, то, говорится, ложится на ухо, но не в прямом смысле, что оно вот такое есть выражение, то есть человеческое ухо воспринимает более тягучие какие-то звуки, и вот в русском языке гласные играют огромную роль, что касается согласных, то здесь мы будем с вами говорить в следующих передачах, дело в том, что там очень много не то, что сложностей, а много очень нюансов. Ну, во-первых, начнем с того, что в русском языке, ну, наверное, в отличие от других языков, я не лингвист, и не могу так вот вам с уверенностью, с полной уверенностью сказать, но вот в русском языке почему особенности согласных звуков, согласных произносимых звуков, то в русском языке существуют парные звуки, то есть парные буквы даже так, но, то есть буквы, они, конечно, раздельные, но, как бы, они составляют пару, то есть они делятся на несколько таких вот категорий, значит, это глухие согласные и звонкие согласные, и они как бы образуют как бы пару, например, Б, П, Б, это звонкая, а П глухая, и поэтому иногда, это мы в дальнейшем с вами обсудим, и на примерах я вам все это расскажу, что иногда, когда на письме мы пишем, допустим, ту же букву Б, а произносим ее как П, как глухую, вот, например, З, С, вот такие еще, это уже переднеязычные, но, я говорю, мы с вами не занимаемся уроком сценической речи, а просто пытаемся понять, как произносятся те или иные буквы, в каком случае они произносятся так, как они пишутся, а в каком случае они произносятся совсем по-другому, то есть они изменяются. Так вот, есть еще такое понятие в русском языке, я вас, конечно, не буду сильно так нагружать, чтобы все-таки было понятней вам, есть еще такие сонорные, сонорные, это, значит, которые, так сказать, носовые, это как М, М, Н, вот, мы вот это вот так чуть-чуть их протягиваем, но они тоже могут меняться, потому что в зависимости от того, где они находятся, то есть под ударением или предударные, то есть перед ударением или заударные, то есть если ударение ставится на какую-то букву, а вот, например, сонорные, там, М или Н, они стоят очень далеко, там, в конце слова, они редуцируются слегка и произносятся или короче, или изменяются каким-то образом, о чем мы с вами будем говорить в дальнейшем, вот, что еще самое главное, вот, согласные, в русском языке очень много таких стройных, так бы, согласных, не в плане стройных, а стройных, то есть когда три буквы согласные вместе находятся, то есть у них нет, вот между ними нет ни одной гласной буковки, и поэтому тогда они тоже, они так трансформируются и произносятся совсем по-другому, кстати, в русском языке это достаточно распространенная такая вещь, но самое интересное, что вот в армянском языке, допустим, это достаточно распространенная вещь, но если кто помнит, смотрел вот фильм, замечательный фильм Мимино, там играл замечательный армянский актер, его фамилия очень трудно выговариваема для русского языка, потому что там пять согласных букв сразу, это Мэткарчан, вот представляете, для русского языка это тяжело, поэтому у нас самое сложное это стройные буквы такие вот, потому что четыре согласных подряд это не свойственно русскому языку и вообще это не свойственно славянским языкам, поэтому иногда бывает так, что когда создавался русский язык литературный, так будем говорить, которым мы сейчас пользуемся, то например в северных областях там вот где-то Новгород, Вятка, там вот были такие вот сложные слова, которые так сказать были, состояли где четыре согласных буквы они были вместе, то есть они не были разбиты гласными звуками и поэтому когда уже стал вот началось становление русского языка то решили вот особенно это касается когда уже было московское великое княжество потом уже российское государство когда письменность была уже изобретена и когда подписывались всякие бумаги там уже грамоты ну всякие документы государственного масштаба то писари они так сказать для того чтобы это было ну неправильно я сейчас по-русски скажу вы уж меня извините чтобы это было более удобно читаемо то уже писари вот между этими согласными буковками они вставляли гласные ну во-первых это было гораздо удобнее читать и потом это было более приятно на слух потому что четыре буквы подряд согласные вместе это достаточно тяжело и выговорить во-первых и прочитать тем более вот многие документы они писались от руки то есть ну они переписывались какие-то вещи и вот была такая вот вещь что допустим ну есть какой-то документ грамоты допустим да и вот эту грамоту нужно ну тогда ксероксов не было и нужно было размножить чтобы развести там по городам и весям и поэтому писарь специальный писарь сидел и он писал все это дело так вот иногда писарь просто иногда пропускал букву вот там вместо четырех согласных он писал три и понять вообще о чем идет речь что это такое про что это было невозможно и вот тогда родилась идея чтобы вот разбивать все согласные буквы разбивать гласными гласными буквами и тогда вот получались более более понятные слова даже если даже если допустим писарь допускал ошибку вместо буквы а писал букву о то то при чтении вот той же грамоты да которую он переписывал ну вот так человек вот ну запутался вместо а поставил о или вместо о поставил а то понять слово смысл его было проще гораздо чем когда вот эти вот четыре согласные буквы так вот по поводу согласных букв вообще в русском языке а вот в современном русском языке существует 29 правил произношения согласных букв я не знаю как у нас получится я конечно буду стараться чтобы мы ну как бы побольше так сказать вот этих ну объем вот это этих знаний сделали потому что конечно 29 правил запомнить очень тяжело и я постараюсь просто выбрать какие-то такие моменты которые ну приемлемы просто в обыденной нашей жизни то есть есть какие-то такие правила они конечно да хороши они хороши для тех кто занимается там словом там да чтецы актеры им это знать необходимо а вот иногда бывает что в обыденной жизни иногда это вот это правило может и не пригодиться хотя как я уже говорил наша жизнь такая суетная и столько много всяких ситуаций появляются что что предсказать что пригодится что не пригодится ну достаточно тяжело поэтому я буду стараться чтобы мы вот в формате вот наших этих бесед побольше поговорили о каких-то таких вот ну сначала о самых важных каких-то вещах которые действительно с которыми сталкиваемся постоянно в трамвае в метро не знаю на улице в коридоре с соседями по телефону когда разговариваем вот какие-то основные а если у нас еще будет время и возможность то вот те правила которые как бы как бы я подчеркиваю вроде и не нужны прям вот в повседневной жизни если будет у нас время то и мы этим правилам тоже уделим внимание и поговорим о них вот значит вкратце вот такие вот наши беседы значит в следующий раз мы с вами поговорим о гласных потому что там есть еще один маленький такой раздел которому нужно обязательно уделить внимание но почему я этот вот раздел мы сегодня не обсуждаем с вами потому что там все зависит от согласных букв и поэтому так сказать мы будем говорить и о согласных буквах вот этих правилах которые я вам сказал которых очень много и будем тут же перекликаться с гласными потому что вот от согласных звуков зависит произношение гласных и поэтому если я сегодня буду говорить только о гласных а в следующий раз только о согласных то не будет полной картины вообще что же такое правильная разговорная речь. И поэтому вот мы будем вот так вот такое сочетание сделаем и будем возвращаться еще к самой первой нашей, так сказать, беседе, потому что какие-то примеры мы будем брать и оттуда. Потому что все вообще если, так сказать, представить себе русский язык, это такая вот мозаика, которую нельзя разделить. Вот это вот зеленый, это черный, это белый, это там, я не знаю, оранжевый, это красный. То есть настолько все перемешано, вот такое яркое-яркое-яркое буквенное пятно. То есть, вот допустим, вот если у кого вот есть маленькие дети, например, вот у моих приятелей и у них ребенку четыре года, и они купили ему такие вот буквы в детском мире, разноцветные, ну, чтобы ребенок уже учился там, а это буковка, а это буковка, б. И вот почему я такой пример привожу, потому что однажды я к ним пришел в гости, а у него такая огромная коробка, вот, вот, ему говорят, убери буковки, убери буковки, а он такой, ну, заврейничал, что-то, и взял вот так, вот так перемешал, потом потряс коробку, я вот в коробку в эту заглянул, и вот это и есть русский язык, где разноцветные буквы, они перемешаны, они соприкасаются друг с другом, и вот это вот мозаика, поэтому я считаю, что русский язык действительно великий, могучий, это действительно прекрасная мозаика, а наша задача эту мозаику сохранить и сделать ее чище. Вот, в принципе, на такой оптимистичной ноте, я верю, что мы с вами еще будем встречаться, я и хочу с вами попрощаться, так что давайте прислушиваться к себе, к другим и учиться говорить по-русски. До свидания, всего доброго!